Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ 10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Техеном. Десятое место. Это так громко. Когда рука сама инстинктивно тянется обнять. Хватка Чангука. Узнаем любимые лапки. Девятое место. Их желание быть еще ближе. Техен так крепко обнимает Чангука. Восьмое место. Совпадение или нет? Одинаковый вайб. В общем, такое дело. Судя по прическе Чангука, армии, безусловно, уже сопоставили фото. То временной отрезок пребывания Чангука и Техена на Гавайях – это где-то плюс-минус февраль месяц. Так вот, вернемся к фотобуку Техена и его кадрам с сердечками, а потом с крыльями Купидона. То есть, чисто теоретически, Чангук и Техен могли праздновать там день влюбленных. И это так романтично, что сейчас я подохну от передоза эмоций. Техен сказал, на собственном аккаунте я публикую то, что мне нравится. Я могу показать свои личные склонности и предпочтения, и не думаю, что мне стоит волноваться о том, что подумают об этом люди. Шах и мат. Я не договорил. Усы Техена видели? О раздражении на губах Чангука. Чангук и Техен носят футболки с крабиками. По одному из предположений, Чангук и Техен были на Гавайях во временном отрезке, который начинается с 12 февраля и заканчивается 27-го. Со слов фаната, это произошло примерно в день Святого Валентина в феврале 2023 года. Мне рассказал об этом водитель, который возил их. С его слов, он отвез Техена в аэропорт, чтобы забрать Чангука, когда тот прилетел. Я не была уверена в этой истории, так как сама лично ничего не видела. Но по моему мнению, именно поэтому у Техена были на фотографиях все эти красные сердечки, вероятно, в честь Дня Святого Валентина. Когда я вчера увидела посты Техена, я чуть не упал со стула. Он определенно сделал заявление, и слухи, которые я слышал еще в прошлом году, подтвердились. Временной отрезок – это любой день и дни из указанных дат. Его Лавстаграм. Новый скрин из Тайпа вызывает все больше вопросиков. Седьмое место. Как же меня переполняет нежность? Шестое место. Поведение пары. Знаете, они как будто просто ненавидят это пространство между ними, хотят быть еще ближе. Парни прыгали с парашютом. Там видно ногу инструктора, который пакует парашют и раскладывает парашютные стропы на земле. Прыгали в тандеме с инструктором. Этими карабинами инструктор пристегивает к себе. Вот так выглядит прыжок, и вот плечевые карабины. Засунуть палец в серьги Чангука – это святое. Пятое место. Что-то тут явно происходит. Четвертое место. Забота. Тыхен для Чангука как дом. Краткий пересказ тизера шоу Чангука и Чимина. Ничего необычного. Компания решила создать атмосферу запрещенного шоу, которая будет проходить в 9 утра в Корее. Интересный факт, который многие игнорируют. Катаясь на мотоцикле, Чангука инструктирует своего Броча Мина, видимо, они впервые ехали вместе. Покидать снежки и на камеру. Они друзья, и если вы пытаетесь найти что-то еще, то у меня для вас плохие новости. Как бы редакторы не старались добавить романтического настроения в это шоу, у них это не получится. В этот момент на сцену Грэмми точно никто не смотрел. Покидать снежки и на сцену Грэмми. Покидать кофе, почувствуйте более глубокий и насыщенный аромат кофе благодаря специальным купажированным кофейным зернам Битерхолик. Дурачиться с ним, не боясь, что тебя не поймут. Чангук был одет в костюм от Суприм общей стоимостью в миллионе трехстах девяносто восьми тысячах вон. Техен восемь лет назад. Техен восемь лет назад. Статья Кеймедио от Эйкук. Личный отпуск. Величие молодых и богатых. Чангук летит на Гавайи. После слова Тэхёна я скучаю по тебе. Ну почему это мне так нравится? Завис конкретно. Улыбка на лице не умещается. Анти Тэхёна подняли волну хейта из-за размещенной фотографии картошки фри из Макдоналдс в сторис Тэхёна. До какого маразма нужно дойти, чтобы заставить компанию написать опровержение в причастности к конфликту? Идиоты дружно переобуваются. После вчерашних сторис Тэхёна начали сообщать, что они на самом деле ничего не знают о личной жизни любимого шипа. А Тэхён, по их мнению, вообще-то должен был рекламировать новый альбом друга, вместо того, чтобы пустить фотки в соцсетях. Такое горячее видео. Чангук носит Мейзен Мехара Ясу Хэроу. Это хлопковая футболка с принтом. Джинсы Баленсиага, органический широкий крой с граффити. Чангука попросили назвать свое имя, и когда он назвал себя Чангуки, весь став начал умиляться с него. Стилист Тэхёна тоже поделился фото с поездки. Вы только посмотрите, в каком потрясающем месте Чангук и Тэхён отдыхали. Рекламные видео США. Нью-Йорк. Таймс-сквер. Лучший выбор месяца за июнь. Все вы знаете, какая у меня слабость перед ногами Тэхёна, но у его парня ноги тоже огонь. Рекламная дихognитique называется Чангук. Такой милый Тэхён. Татэ-рогу. Татэ-тэ-гоу. Татэ. Татэ-тэ-тэтэ. Татэ. 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 Татэ-ноууу! Татэ, Игою. Это Татэ-фchteе. Пока Татэ-тэдэ. Я все еще полон эмоций от поступка Техена. Поначалу даже, наверное, не сразу осознал. Говорю, была уверен, что он что-то подобное выкинет. Потому что это Техен. Но вот весь день обдумываю и понимаю, какой же он умный, как он умеет думать наперед и просчитывать шаги. Во-первых, он дал понять, что это были не просто съемки, а отдых. И что команда была совсем небольшой. Буквально стилист, фотограф и менеджер. Во-вторых, он показал, что его мужчина невероятный романтик. В-третьих, он показал и всему миру, и главное, самому Чангуку, который сейчас далеко, как сильно скучает по нему. Я не буду говорить и о других причинах его поступка. Тут уже сам каждый для себя решит и додумает. Но имеем мы то, что имеем. Техен снова заставил весь мир говорить о Тейкук. И напомнил Вигукерам, почему мы вообще стенем этих двоих. Их любовь достойна всех экранизаций мира. Они прошли миллионы преград, сохранили и приумножили свои чувства. А это вынужденная сейчас разлука. Лишь еще один повод понять, как сильно они скучают друг по другу. А скучающий по Чангуку Техен – это всегда очень откровенный Техен. И да, когда в следующий раз вы решите побухтеть, что Техен показывает так много, а Чангук отмалчивается, вспомните, что он преодолел половину мира только потому, что его любимый соскучился. Врываемся в новую неделю, как Чангук на Гавайи. Я опять пришел быть Делулу. Это Панамка и этот Худи на Техене. У меня так много вопросов, просто не могу. Так люблю этот момент. Панамка и этот Худи на Техене. Это эра Техене. Извините, но как дальше жить эту жизнь, если из-за каждого видео, где Техен смотрит на Чангука, чувствуются просто убийственные чувства? Я не понимаю. Голден остается самым быстрым сольным альбомом, проданным тиражом 2 миллиона копий в истории Хэн Тиоу, причем он это сделал всего за 5 часов. Боже, это слишком хорошо. Вы не сможете сказать visual без V. Почему фанаты считают Техена самым красивым айдолом кей-поп-индустрии? Недавно американский журнал People назвал самых сексуальных мужчин 2023 года, работающих в шоу-бизнесе. Для американского еженедельника символом уходящего года стал Патрик Демпси. Патрик Демпси, известный по своей роли в сериале «Анатомия страсти». Однако фанаты поп-артистов не согласились с этим мнением. Поэтому команда PopBase предложила голосование на лучшего айдола этого года. Одним из 10 номинантов стал красавчик Техен. Это, к слову, совсем неудивительно. Кто-то из нетизенов подписал следующее «Вы не сможете сказать visual без V». Эти слова очень четко характеризуют артиста, певца и просто такого клевого парня, как Техен. Также в рейтинг попали Сан из Атис, Джимин из НСТ, Минхо из Шайни и другие. Ранее популярный пластический хирург объяснял, почему Техен считается парнем с золотой внешностью. По его мнению, именно Техен имеет идеальные пропорции лица. У него чуть вздернутый нос, широко распахнутые глаза и правильные линии губ. Специалист признался, что отказывает клиентам делать глаза, как у айдола, потому что их очень сложно повторить. Я завис. Техен так самозабвенно и вкусно танцует. Техен так самозабвенно и вкусно танцует. Значение и виды объятий. Тайный смысл и подтекст. Объятие намного красноречивее, чем кажется на первый взгляд. Зная тайный смысл каждого из видов проявления нежных чувств, можно более ясно понимать, что партнер вкладывает в свой жест, так или иначе прижимая вас к себе. Вашему вниманию азбука объятий. Значение объятий. За талию, если партнер тесно прижимает вас к себе, обнимая за талию и касаясь своими бедрами ваших, он явно хочет от вас более близкой связи. Чем ниже при этом находятся его руки, тем более интимный подтекст имеют его объятия. Если при этом он еще касается вашей головы, то кроме секса его интересует и духовная близость с вами. Если вы уже длительное время вместе, то скорее всего он рассматривает вариант перехода на новую ступень отношений. Сзади парень подошел из-за спины и заключил вас в объятия. Это свидетельство глубоких и нежных чувств. Он влюблен не на шутку. Тот факт, что собой он как бы укутывает вас в плед спокойствия и комфорта, защищая от внешних угроз, говорит о его желании заботиться и оберегать. Такие мужчины надежны и всегда готовы подставить плечо в трудную минуту. Поглаживание. Когда мужчина обнимает вас и при этом нежно поглаживает вас по спине, это говорит о том, что он пытается успокоить вас или себя. Спина – самое уязвимое место, ваш тыл, который вы инстинктивно бережете от удара извне. Поглаживаниями партнер проявляет свои нежные чувства и желание избавить от угрозы или напряжения. Похлопывание. Рассматривайте подобные объятия в контексте ситуации. Допустим, эти похлопывания могут носить одобрительный характер или демонстрировать поддержку перед важной речью, которую вы собираетесь сказать или другими ответственными моментами. За плечи, приобнимая вас за плечи, партнер осторожно проявляет легкую симпатию, как бы прощупывая почву для дальнейших шагов. Это почти дружеский жест с намеком на близость. Кого зря из компании, он вряд ли стал бы так касаться. Поэтому расценивайте такие объятия правильно и имейте в виду, что вы симпатичный мужчине. Все эти трактовки всего лишь условности и носят ознакомительный характер. Поэтому не спешите устраивать любимому скандал только из-за того, что он приобнял вас за плечи, а не заключил в страстные объятия целиком. У каждого мужчины свои привычки и манеры, поэтому не всех можно поставить в определенные рамки. Любите и наслаждайтесь приятными моментами, невзирая на то, какого рода объятиями ваш мужчина проявляет свои чувства. Защитник. Такие объятия характерны для мужчин. Стоя сзади и со спины, обнимая партнера за талию, человек проявляет себя как та самая каменная стена, дает ощущение надежности и взаимного доверия. Но в то же время есть в этой технике объятий нечто властное. Мужчина демонстрирует свое доминирование и мягкий контроль над ситуацией, считает Пати Вуд, эксперт в области языка тела и автор сигналов успеха, гида по чтению языка тела. Под крылышком. Один человек виснет не плече другого в эдаком полуобъятии. С одной стороны, жест означает поддержку и доброжелательность, а с другой, может быть поиском опоры для самого себя. Ведь во время объятий растет наша самооценка и становится менее важным мнение окружающих. Страхи и сомнения отступают за задний план, и человек начинает более позитивно относиться к происходящему. Объятие за спину. Как правило, оба участника таких объятий используют только одну руку. Такой жест – настоящий символ утешения, а также сигнал открытости и уязвимости друг перед другом. Ведь спина – самое незащищенное место. Вы не можете видеть, что происходит позади вас. Поэтому прикосновения к спине очень волнительны, пишет Пати Вуд. Обнимая друг друга за спину, люди напоминают, как они важны друг для друга. Медленный танец. Объятие в стиле медленный танец – это настоящая романтика. Партнер обнимает за талию, она мягко обвивает руками его шею. Эти объятия характерны для влюбленности в юном возрасте, но не всегда. Ведь всем известна поговорка – любви все возрасты покорны. Пылкое и безудержное чувство может нагрянуть в любой момент и заставить вас тряхнуть стариной. Если же вы женаты много лет и все еще продолжаете обнимать свою половинку таким красивым жестом, вас можно только поздравить. Просто посмотрите на улыбку Чангука, когда он увидел Тихёна. Тихёна с Янтаном встречают посетителей выставки «Тайп-1» в Бангкоке. Второе место. Это так интимно. Коварный соблазнитель Ким Тэхён. Хотите перед сном улететь еще выше на радужных единорогах вместе с Тейкук, которые на парашютах? Знаете ли вы, что прыжок с парашютом на Гавайях называют дайвингом в раю, и это незабываемые впечатления на всю жизнь? Прыжки на высоте 14 тысяч футов над Тихим океаном и танцы с облаками. Прыжки с парашютом на Гавайях не похожи ни на что другое. Они необычны из-за вида на Тихий океан. И многие эксперты говорят, что это место номер один для подобного опыта. Также в той же зоне есть множество развлечений, таких как плавание с акулами, дайвинг и другое. Ченгук и Тэхён пробуют новое и неизведанное в жизни вместе, и то, что Тэхён боится акул, боялся высоты, до армии, и Тэхён долго решался на тату, но если рядом Ченгук. Он готов преодолевать все свои страхи, готов пережить это с человеком, с которым его связывает глубокая, безопасная связь, способная превратить страх в интерес и здоровый адреналин. Да, Тэйкук неразлучно пробует на вкус эту жизнь, без страха ныряя в нее и оставляя в памяти самые лучшие ее моменты. Первое место. Когда Ченгук занял место Хасока, чтобы быть поближе к Тэхёну. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения. Продолжение следует...